Здравствуйте, меня зовут Георгий Поликарпов, я из Рязани, компания Программный Регион. Мы занимаемся цифровыми решениями в области мейл-маркетинга. И сегодня я хочу вам рассказать, как мы строили свой мониторинг, начиная с момента, когда его, можно считать, не было, и тем, что сейчас у нас уже год успешно работает. У нас была именно разработка, пользователи были тестовые, особенно не переживались, что-то падало, потому что они пока только присматривались, тем более они были внутренние пользователи. И пока мы это все делали, можно было время от времени падать, это было не страшно. Но мы переходим в эксплуатацию, у нас переходят пользователи с нашей старой системы на новую, появляются внешние пользователи, поэтому взять и так чуть-чуть упасть и полежать уже нельзя. Это уже становится дорого и по всем пунктам. Мониторинга нет, потому что разработка, IT-отдел как-то проверяет сервера, что они живы, но если у нас падает микросервис, то мы не узнаем об этом никак. Мы можем узнать только, когда упал сервер, и это будет чинить уже отдел IT. Соответственно, из этого что следует? Ну, вывод достаточно капитанский, что нужно все-таки организовать мониторинг, больше так жить нельзя. На тот момент мы собирались с утра, достаточно регулярно бывало, что на утреннем митинге мы обсуждали не только задачи, которые мы будем сегодня делать, но и что сегодня нужно еще и починить из того, что упало там вчера вечером или ночью. Соответственно, все, мы взялись за поиск решений, и первое, которое мы подумали, мол, а давайте мы все сами напишем, что такого. Мы только что активно пилили систему, все вошли в кураж, все готовы запилить что-то новое. Давайте сделаем свое. Делаем для себя. Классно. Значит, элементов, которые предназначены для широкого круга, людей не будет. Если их не будет, значит, пилить можно быстро. Сделали конкретные варианты, написали, все отлично. Соответственно, еще и требования-то не общие, а прям, что не на есть те, которые нужны нам. И еще важный для нас показался пункт, что нам не нужно ждать, когда же кто-то выпустит релиз там новый, в котором что-то пофиксит или появится фича, которую мы давно ждем, а захотели, написали, сделали, выпустили, все классно, все здорово, все быстро. Вот примерно так у нас выглядел конфиг нашего сервиса, который мы написали. То есть там был перечень функций, который можно проверять там, просто потыкать в сервис, сказать, эй, ты там живой, ты отвечаешь? Или спросить конкретно, что с тобой? У тебя все хорошо? Если с тобой нехорошо, скажи, что плохо, там, все это уйдет в канал с алертами. В принципе, он работал, выполнял свои задачи, но, естественно, у него были определенные минусы. И первый, наверное, который проще было нам побороть, это сервис, который работает по расписанию. Все хорошо, когда вы опрашиваете постоянно работающий сервис, то, что он может вам всегда ответить. Если сервис работает по расписанию, вы не можете его спросить там в любой момент времени, потому что он сейчас, может быть, и не запущен. Соответственно, надо было что-то с этим придумывать. Мы для этого и стали просто проверять логи, что сервис успешно запустился, успешно выключился, отработал ожидаемое время. В принципе, это решаемо, но как-то не очень оно выглядело. В общем, нам, конечно, помогало, но не совсем нравилось. Что еще? Те сервисы, которые мы контролируем, они, получается, сами говорят о том, что сейчас с ними происходит. Соответственно, они должны накопить сами свои метрики, собрать, проанализировать, как-то, возможно, сагрегировать, сделать из этого выводы и подождать, когда сервис снаружи придет и скажет, «Эй, ты там как, живой?» В те моменты, когда сервис, например, упал или там накопилось какое-то количество ошибок, когда нам нужно перезапуститься, а мы вот ждем, что, ну вот сейчас, да, нам должны прийти, забрать наши метрики, вот подождить чуть-чуть. Тоже не очень получается. Плюс, если мы хотим накапливать какие-то метрики, проверять логи, то есть ощущение, что это точно до нас тот решал. Это не такая уж новая задача, которую прям еще никто никогда до нас не видел и не пробовал делать. Это было, с одной стороны, в плюсах, что мы пилим сами новые фичи. С другой, когда уже сервис работает, когда он как-то выстроен, и тут нам нужна новая проверка, она не всегда хорошо вписывается в то, что есть сейчас. А это означает, что вводить в последующем новые фичи или что-то фиксить становится сложнее. Плюс к этому, классно, когда у вас большая команда разработки, там или их несколько, вы можете отдать, прям выделить несколько человек, и пусть они занимаются этой системой. Это хорошо, здорово. А когда у вас в команде меньше 10 человек, и часть из них занимается тем, что пилит эту систему, но оно как-то не совсем хорошо, потому что, а кто будет продукт-то делать? И еще одна важная проблема, которой сначала как-то мы, честно говоря, и не задумались, что если захочется все это дело визуализировать, то у нас не так много вариантов. То есть либо мы продолжаем по этому же принципу писать свое, описать систему визуализации, там хорошую, красивую, ну тоже достаточно затратно по времени, ее надо проектировать, а наша цель пилить продукт. А во-вторых, если мы решим пойти по другому пути, интегрироваться с тем-то, что уже есть, ну тоже это не бесплатно. Соответственно, как-то в целом это не очень весело получается. Что же с этим можно делать? Ну, окей, у нас не получилось запилить свое. Давайте, может быть, возьмем все готовое. Может, мы сейчас все возьмем, все до нас написали, проблемы за нас решены, и на нас будет счастье. Ну, вот, например, мы хотим работать с метриками, есть Прометеус. Кстати, кто знаком или работал с Прометеусом? Ага, не так много людей. Хорошо, это система, которая, во-первых, у нее есть там серия база данных, в которой она хранит те метрики, которые туда кладутся. Она их может, Прометеус может сам все собирать. И, что классно, у него есть штатные средства, чтобы по этим метрикам зажигать алерты. То есть, когда выполняется какое-то условие, у нас автоматически из Прометеуса появляется алерт, отправляется в алерт-менеджер, в котором мы можем посмотреть, что сейчас происходит, временно там замьютить его, если мы чиним ее, и он нам мешает. В общем, тоже удобная вещь. Что еще? В первом пункте было сказано, что для сервисов, работающих по расписанию, проблематично собирать метрики. У Прометеуса есть свой push gateway, куда сервис кладет метрики, и когда уже нужно будет, их оттуда заберут. То есть, неважно, может положить туда, выключиться, и все. Дальше метрики заберутся сами. И плюсом нам можно мониторить еще базы данных, там, не знаю, брокера сообщений. В общем, все, что хочется. Для этого есть в основном готовый экспортер и метрик, который подключается к Прометеусу. Удобно? Удобно. И плюсом туда же. Мы начали уже работать с логами, мы начали туда что-то писать. Так, давайте соберем все это в вот эти вот три замечательные буквы. Это Elastic Seach для хранения логов, LogStash, который собирает, как-то меняет наши логи, превращает их в другую структуру и кладет в Elastic. И Kibana, это даже UI, чтобы можно зайти и посмотреть наши логи, как-то по ним поискать. Кто-нибудь работал с ЕЛК? Ага, даже побольше. Здорово. Хорошо. Ну, естественно, тоже тут не обошлось без минусов, потому что так, наверное, не бывает. Возможность, ну, да, я помню, что мало кто работал знаком с Прометеем, но, может быть, кто-то из вас использовал готовые экспортеры метрик, они вам прям понравились, у них все есть. Ага, вот. И дело в том, что они не очень функциональны зачастую, то, что есть готовое. Они собирают не совсем все. А если у вас еще нужно что-то такое вот, не столь часто встречающееся, то этого прям вот с большой вероятностью не будет. Например, у нас реплика Passgress. Она поднята, синкать, сказал бы, все хорошо, но когда в Passgress выполняется большой запрос, он создает там свои служебные временные таблицы, и в этот момент реплика ненадолго перестает синкаться. Соответственно, если у нас выполняется какой-то долгий, прям такой по времени запрос, он активен, в этот момент начинается отставание реплики. И хотелось бы об этом узнавать, ну, чуть раньше, чем она, даже не чуть, а так, сильно раньше, чем она развалится, потому что это не самое приятное, собирать ее заново. В стандартном у нас это не заработало. Соответственно, у нас получается, если мы возьмем все готовое, мы не можем просто проверять, насколько у нас сейчас встает реплика, какой там самый долгий запрос. Есть шанс, что вообще, если вы используете что-то не самое популярное, то для этого не будет готового экспортера. Это тоже достаточно грустная ситуация. Если мы хотим зажигать по логам алерты, то тоже получается не всегда хорошо, потому что для этого нужно брать уже Enterprise версию Elastica, она, например, может просто не вписаться в бюджет. Или, ну, это, наверное, основное требование, которое может быть, потому что это не самое дешевое. И, возможно, пункт, про который можно упустить из внимания, что те системы, которые будут внедряться из готовых, их все равно надо потратить время на изучение, настройку. То есть должен быть человек, который это может все развернуть, настроить. Желательно, чтобы он был не один, потому что он может уйти в отпуск, заболеть, уволиться, в конце концов, или просто загрузить, потому что только он этим занимается. Ну, нельзя так долго жить. Соответственно, время, которое вы потратите, чтобы это настроить и развернуть, тоже не нулевое. Плюс это надо научиться использовать. Потому что, как, например, было. Мы настроили все, подняли кибану, можно смотреть влоги, ну, можно и можно, хорошо, она есть. Когда что-то случается, надо срочно что-то поискать, а вдруг оказывается, что спецсимвола, она, например, может убрать запросы, потому что, ну, так она работает, а ты этого не ожидал. Ты потыкался-потыкался, у тебя там сервером что-то не так, надо разбираться, в чем дело, а ты разбираешься, как работают запросы. Ты в итоге забиваешь, идешь на сервер, грепаешь руками, ну, как бы не для этого же поднимали. Соответственно, тоже не очень весело в целом все получается. Значит, какие из этого выводы? Что готовые решения есть, они могут подходить, могут не очень, тут, как возможно, повезет, и какие у вас требования. Плюс надо потратить достаточно количество времени, чтобы их развернуть, настроить, изучить. Соответственно, какой из этого можно сделать вывод и как пойти дальше. Решение тоже, возможно, сейчас будет звучать достаточно по-капитански, что у нас есть свое решение, у нас есть готовое решение, куда можно идти дальше. Правильно. Что, если я вам скажу, то, что необязательно выбирать между ними. Мне просто очень хотелось прям вставить эту картиночку, чтобы как-то все немного ожили с утра, возможно, чуть-чуть попроснулись. Хорошо, давайте возьмем готовое, давайте допилим к ним свои части системы, и у нас, возможно, наступит счастье, потому что мы не будем решать те вопросы, которые решили до нас, мы для этого воспользуемся готовым. А все остальное, что нам не подошло или отсутствует, мы напишем сами. Нет экспортера, напишем сами. Он нам не подходит. Опять же, мы можем взять и дописать тот функционал, который отсутствует. Хотим, мы можем поправить его на GitHub. Если это какая-то специфичная вещь, мы просто его у себя сделаем. Собственно, мы так и сделали с подгрессом. То есть нам нужно проверять, насколько отстает реплика. Пожалуйста. Делаем свой экспортер, он нам выдает эти данные, мы по ним смотрим, что у нас все хорошо. Для работы с логами, куда нам не подошел плагин, потому что он не вписывался в бюджет, мы просто написали свой маленький сервисок, который ходит в эластик и по конкретным маркерам ищет в логах. Если маркеры есть, значит, что-то пошло не так. Например, сервис стал запускаться, увидел, что что-то все плохо, написал об этом в лог и упал. И там вышел. Смотрим в лог. Ага, есть пункт, что сервис не запустился. Соответственно, это время написания там было буквально несколько дней. Там получился достаточно простой функционал, который нам был нужен. И это сильно проще и дешевле оказалось. Нужно что-то еще. Опять же, берем и пишем. Все хорошо. Вот, например, вот так у нас выглядит для проверки максимальных времени активного запроса, для отставания реплики. Это сейчас настроено в графане. То есть, это, во-первых, сразу решился про проблему визуализации. То есть, мы зашли, например, быстренько посмотреть, что у нас все хорошо там вечером или когда еще вам нужно, там, потратили максимум минут 5-10, чтобы убедиться, что вся система работает нормально, все в порядке. Вот пример конфига, как ищется по логам. То есть, тут достаточно все просто. Пишется паттерн, который мы хотим, ну, который мы не очень хотим видеть, но на который нам надо среагировать. Говорим, что как часто нам его проверять, там, не знаю, раз в минуту, в 5 минут, в 10 минут, смотря, насколько это важно, какой нам сервис надо проверять. И если мы это нашли, мы отправляем алерт, что вот что-то пошло не так. У вас пришли плохие данные, надо что-то с этим сделать, потому что они совсем плохие. В целом, получается, что это достаточно все удобно. Но, как я думаю, все понимают, что серебряной пули не бывает. И что-то все равно не так. Во-первых, никуда мы не делись от того, что те готовые решения, которые мы взяли, их все равно придется брать, исследовать, настраивать, изучать, учиться ими пользоваться. То есть, это, наверное, тот пункт, от которого все равно никуда не деться. Пункт номер два, что ту логику, которую мы решили писать сами, все равно придется на нее потратить, опять же, время. Но в этом случае мы тратим времени сильно меньше, чем если бы мы писали все с нуля, все сами там. Соответственно, тут сделаю небольшое отступление, что у вас все хорошо, у вас все мониторится, у вас все проверяется, у вас, не знаю, наступило счастье, стабильность. И начинает возникать желание, что мы же можем за всем следить. Ну, классно, давайте вот посмотрим. Я там выкатил релиз какой-то, я вот хочу знать, что он нормально работает. Ну, вот я чуть-чуть там добавлю, прям вот, прям по мелочи пару метрик он будет мне присылать. Или просто вот, не знаю, интересно, как это работает по бизнес-логике. И мы так накидываем, накидываем по чуть-чуть, затапливаем свой канал, затапливаем. То есть мы для себя, это вот конкретно наш вариант, когда мы решили, что нам достаточно один канал общий, мы туда присылаем. Но даже если вы будете присылать себе отдельно, все равно может случиться так, что вы прислали очень много, и начинаете потихоньку как-то, а, ну там, наверное, это вот то, что я для себя делал, не буду сейчас смотреть, там, это не так важно, это потом гляну. Их там много, не знаю, надо срочно фичу пилить. И мы начинаем забивать, мы начинаем что-то пропускать, и внезапно оказывается, что мы пропустили что-то действительно очень важное. Не знаю, все развалилось, а мы так, а потом. Ну все, мы приплыли, что с этим дальше делать? Ну, во-первых, надо как-то решить главную проблему, что мы просто зашумили себе канал. Что с этим можно сделать? А, ну вот, кстати, это выглядело примерно так. Вот сейчас я специально собирал весь отпуск, чтобы как-то картиночка была похожа. Тогда это приходило где-то за день, может, за меньшее время. То есть, ну реально, это получать все время было невозможно. Это только можно было замьютить, работать и не забывать туда посматривать. Сейчас, наверное, у нас приходит где-то там от нуля до нескольких алертов, в зависимости от того, как много мы сегодня покосячили, как там, не знаю, звезды сложили, сеть поработала. В основном там бывает пусто. Соответственно, какие шаги? Что? Главное наше эмпирическое правило, что если ради этого не надо проснуться ночью, это не нужно. Второе, что можно сделать, это можно куда-нибудь вынести. Там, где пусть лежит до востребования. Что еще? Ну, для тех, кто очень хочет что-то вводить, ну, можно сделать регламент, правило. А вообще лучше послушайте доклад Алексея, он вам об этом намного лучше расскажет, у него там все здорово. Собственно, какой итог всего этого? Мы сейчас используем стек Прометеус, тот, собственно, сам Прометеус, push gateway от него, alert manager, в общем, всю эту систему, и год, уже, да, уже как год, у нас это все работает, вовремя оповещает, мы для новых микросервисов добавляем туда свои метрики, улучшаем старые, и это достаточно удобно, с тех пор, как бы, алерты стали приходить вовремя, о том, что нужно, и, в общем, все хорошо. Про экспортеры, как я уже сказал, мы написали для того, что нам не подошло своим, то есть для Passgress у нас еще дополнительная информация о самом там долгом запросе, об отставании реплики, ну, так, еще парочку, может быть. То есть это тоже пишется несложно, это маленький сервисок буквально получился, то есть не страшно взять и допилить готовым решением какой-то маленький кусочек, который вам будет помогать. Это, скорее всего, будет не так много времени занимать. Для визуализации, которую вот в первой части я озвучивал, что когда мы пилим свой сервис для мониторинга, у нас возникает проблема, то как это все визуализировать, как это смотреть, то мы для этого завели графану, то есть, например, вечерком тот, кто дежурит, зашел, посмотрел, что там происходит, все хорошо, хорошо, отлично, можно не беспокоиться, либо там, если какие-то есть аномалии, ну, зайти поразбираться. То есть тоже сильно улучшает в целом стабильность, потому что мы тратим, не знаю, пять минут в день, чтобы чуть-чуть проверить, как все работает, а узнаем намного раньше, до того, как пришли алерты, можем что-то поправить. По поводу логов, как я уже рассказал, у нас Elastic Logs Tash Kibana, и еще мы добавили файл бит, который собирает все наши логи и отправляет туда. Здесь можно добавить, что у нас используются несколько технологий, мы пишем на Go и на C-Sharp, можно писать, не знаю, кто на чем хочет, если у вас несколько разных технологий, может ложиться ситуация, когда логи-то у вас чуть-чуть в разном формате, потому что где-то логеры настраиваются хорошо, где-то они настраиваются, ну, не очень хорошо, и все можно поменять. Там, например, гошный логер не хочет писать в лог, там, год, месяц, например, где-то уровень логирования указывается одной буквой, а где-то несколькими. И когда вы, если просто будете искать по логам, вам надо знать, что ага, этот сервис написан на Go, поэтому я ищу в логе вот именно вот это, а вот на другой технологии я ищу другой маркер. Здесь с помощью Logs Tash, ну да, чуть-чуть пишется небольшой конфиг, он разбирает этот лог, разбивает его на отдельные поля, и мы можем искать, например, единообразно для любых технологий, которые вы используете, там, уровень или дату, добавить ID корреляции, прям отдельным полем искать по нему, или прям по телу сообщений искать. Тоже достаточно удобно. Для алертов по логам у нас свой сервис, ну и плюсом, что то, что мы сделали на предыдущих этапах, там, тот самописный сервисок, он тоже остался, потому что он работает, трогать его не надо, раз он работает, зачем переписывать сто раз, он в основном у нас еще занимается тем, что какие-то бизнесовые метрики проверяет и тоже куда-то отправляет данные. Жизнь наладилась, алертов стало меньше, система, плюсом такой, наверное, неочевидный пункт, что пока мы делали мониторинг, мы попутно улучшили работу, существующие сервисы, соответственно, теперь у нас все падает, если падает, то очень редко, мы узнаем об этом заранее, и узнаем в основном мы, потому что до клиентов эти падения как бы никак не отражаются, не доходят. Ну, на этом у меня все. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Здравствуйте, Андрей Сальников. У меня вопрос, у меня два вопроса. Один – это сколько человек и часов вы на все это дело потратили? И второе, рассматривали ли вы аутсорс-системы типа там DataDog, Akmetra и так далее? Аутсорс-системы мы не рассматривали. Во-первых, мы решили, что мы в рамках, у нас в конце года бывает время, когда мы не пишем новые фичи, а проводим рефакторинг, улучшаем, там вот, например, в том году мы внедряли мониторинг, то есть, что мы сделаем в рамках этого, плюс у нас периодически все-таки пожелание заказчика, чтобы вся разработка была именно внутри. Вот, это первый вопрос, а сколько времени мы потратили? Но здесь именно сложно оценить, сколько мы потратили на весь мониторинг, потому что первую часть, которую мы писали сами, она писалась потихоньку вместе с развитием системы, и на моменте, когда с ней стало работать уже неудобно, она как бы была остановлена и заморожена в этом состоянии. Весь остальной мониторинг, он опять же, он был разработан в послед, там, полтора месяца года, когда мы плюсом еще занимались рефакторингом системы, какие-то еще улучшения вводили. Ну, допустим, пусть это будет где-то месяц, человек 4-5. для тех, кто часть этих, собственно, тех сервисов, которые мы подключили, стали использовать, для тех, кто их никогда не видел, то есть найти, изучить, разобраться, внедрить. Спасибо. Один человек еще руку поднимал, мы, наверное, быстро можем задать один вопрос, и это будет последний вопрос, который мы задаем публично на сцене, а так у нас весь день и весь вечер можно будет подходить к спикеру и общаться с ним. Добрый день, Руслан Готиятов. Вопрос вот какой. Вы, по сути, сказали, что снизили уровень логирования ошибок в вашу систему для того, чтобы вместо 100 ошибок видеть только одну, две или вообще ничего не видеть. Как это по факту отразилось и как бы в продолжении, ну, то есть от того, что вы игнорируете ошибки, они не пропали, вы просто спите ночью, да, а в продолжении, как вы взаимодействуете с командой разработки, у вас есть ошибки, значит команда разработки должна выделять время на то, чтобы устранять это. Вот как это происходит? Спасибо. Здесь не совсем так, мы не игнорируем ошибки, то есть мы выпилили те уведомления, которые, например, что вот возможно в этой ситуации, что-то там не совсем так, то есть все вот уровни, когда, не знаю, инфо, варнинг, вот такого уровня, то есть ошибки нет, ошибки мы не игнорируем, ошибки мы присылаем все в полном объеме, все, что происходит, когда ситуация действительно важна, мы это шлем. Мы именно избавлялись от того, что мы захламили там какими-то просто бизнес-метриками и вот такого уровня. А по поводу взаимодействия с командой разработки, ну как бы я сам из команды разработки, то есть это у нас пишет не отдельный отдел, мы как бы сами разработчики эту систему внедряли, используем, как бы улучшаем, то есть мы ее делали именно для себя, получили и сразу как бы правим, то есть здесь нет необходимости взаимодействия между отделов.